Чингис понимал, в плену его ждет ад. Одной рукой он держал автомат, а во второй зажал гранату. Сначала он будет отстреливаться до последнего патрона, а потом взорвет себя, хотя это будет и нечестно. Нечестно, потому что дома его ждут жена и шестеро детей. И ради них он обязан вернуться из этого неравного боя. Чингис Старяшинов, родом из Улан-Удэ, почти всю жизнь служил по контракту и бывал в разных передрягах. Но каждый раз его спасали смекалка и верная подруга, воинская удача. В нее он верил и в этот раз, когда с товарищами попал в засаду. Их только четверо, вернее, три с половиной, потому что у Чингиса осколками перебиты обе ноги. Понимая, что с ним ребята далеко не уйдут, он приказал оставить себя здесь, а самим уходить и вести с собой подмогу. Идти он не может, но руки еще держат автомат, а стрелял он всегда классно. Заняв позицию, он снайперски снимал врагов, прикрывая уходящих друзей. Что будет, когда кончатся патроны, он уже решил. Но бой прекратился так же внезапно, как и начался. Со стороны противника нависла мертвая тишина. И мертвое ее сделал он, опытный стрелок, боец Чингис. Ребята вернулись быстро, все живые, с носилками и санитаром. Из госпиталя написал семье. Вы не волнуйтесь, тут у нас спокойно, лишь иногда стреляют. Но совсем немножко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok